Слава Украине! Привет всем от Полонского! Рашисты начинают... Начинают... Рашисты продолжают кампанию дезинформации и брехни. И вот последняя их брехня это по поводу земельного закона... Закона о двойном гражданстве. Сейчас поймете, почему я говорил, что сказал земельный. Это оговорочка по фрейду. Как раз касается. Да, так вот, по поводу вот этого закона, возможного закона, а пока что законопроекта, это две большие разницы, о двойном гражданстве. Они, значит, уже пошли им же хлебом не корми, пошли уже распускать слух из Москвы, что это для того, чтобы дать гражданство иностранцам, чтобы они могли скупать нашу землю. Естественно, а что они еще могли сказать сразу же. Вот. А для чего же действительно, на самом деле это гражданство двойное? Ну, тут абсолютно очевидно. Первое это, чтобы могли получить гражданство украинцы, которые выехали с Украины не обязательно украинцы по национальности, я имею ввиду, украинцы, которые здесь жили в разные периоды истории. То есть, речь может идти даже о людях, которые уехали отсюда, вот, в начале, например, 19 века куда-нибудь в Аргентину или в Бразилию. И их дети, их внуки очень часто хотят получить гражданство. Но он же не будет отказываться от бразильского, от аргентинского и так далее, и так далее, поскольку он живет там, но он будет возможность получить украинское гражданство. Это очень важно. Я уже молчу за тех, кто сейчас вот за последние 10-15 лет поуезжали. Сколько сейчас с итальянским паспортом наших? С испанским? Полно. Я уже был. Паспорта в Великобритании люди получили. Паспорта в Германии. Это же не последние люди. Самое глупое. Это люди очень часто с высшим образованием. Умнейшие люди и так далее. У них там дети уже выросли. В Германии, в Англии, еще где-нибудь. Они бы хотели украинское гражданство тоже иметь. Но на сегодняшний день этого делать нельзя. Сколько наших в Польше получили паспорта и так далее. То есть, чтобы не отрезать этих людей от родины, соответственно, для этого делается этот закон. Посмотрите, есть аналогичные законы в Венгрии, в Польше и так далее. Очень многие это делают. Так что в Румынии и так далее. Так что этот закон делается прежде всего для них. Второе не менее актуальное, для кого он делается, это для... И они там будут учтены отдельной графой. У нас есть довольно большое количество иностранцев, которые на сегодняшний день воюют в лавах ЗСУ с врагом. И на сегодняшний день у них нет легальной возможности получить украинское громадянство. Ну вот, например, даже у тех же... Я не знаю, будут ли они это делать. Ну вот те же русские из Легиона Свободы. Пока мы тут сидим на диванах бла-бла-бла-ко-ко-ко, пацаны сидят в окопе и воюют. Они имеют право. С моей точки зрения, имеют. Я не знаю, воспользуются ли они им. В российском гражданстве им никто не откажет, потому что как только они попадут на территорию России, их же арестуют через 2 секунды. И так далее. Есть у нас из разных стран ребята там. Есть шведы, есть американцы, есть кто угодно, понимаете. То есть те, кто воюет в лавах ЗСУ за Украину и проливает кровь, ну, если... Не факт, что кто-то захочет, или там все захотят, или все не захотят. Но кто-то захочет, вне всякого сомнения, получить громадянство. Они имеют право. Ну, конечно же, имеют. Вот и все. Так что, ну, вот, расширцы, видите, они выдергивают из контекста, немножко поманипулировали, немножко туда, немножко сюда и вперед. Вот. А, конечно же, ни о каких иностранных бизнесменах или покупке гражданства за деньги речь в данном законе не идет от слова. Вообще.